КОРУПЦИЯ День борьбы против коррупции. Или с коррупцией, как правильно? Борьбы с коррупцией. Да, все верно, Оля. Действительно, я так думаю, что наша встреча с вами приурочена больше к этому дню. Хотя, несмотря на то, что коррупция это постоянное системное явление, но мы всегда акцентируемся именно на 9 декабря. Почему 9 декабря? Двумя словами скажу, что именно в этот день, в 2003 году, в Мексике, была открыта для подписания Конвенция Организации Объединенных Наций о противодействии коррупции. Российская Федерация была одной из первых стран, которая подписала, ратифицировала эту конвенцию. И с тех пор в Российской Федерации были внесены серьезные законодательные изменения в плане противодействия коррупции. Немножечко такой интересный переход с таких креативных, легких тем на тему коррупции с утра. Но я хочу сказать, несмотря на то, что это, кажется, для нас, для всех далеко, нас не касается, тем не менее, это не так, потому что коррупционное проявление это то, с чем мы сталкиваемся в каждый день повседневной жизни, к сожалению. Поэтому я думаю, что сегодня, если вы зададите пару вопросов, я отвечу, что такое коррупция и как с этим злом бороться. Ну хорошо, вот прям, что такое коррупция? Коррупция. Коррупция это такое, ребята, своими словами скажу, сложное многогранное явление, которое называют уравнением со многими неизвестными. Потому что решить это уравнение очень сложно. И до сих пор нет ни одной страны в мире, которая бы решила это уравнение и получила нулевой результат, как бы к этому ни стремились. Коррупция, в первую очередь, это использование лицом, которое наделено властными полномочиями, в своих целях для того, чтобы получить личную выгоду. Для себя, для своих близких, для лиц, которые состоят с ними в иных близких отношениях и так далее. То есть использование предоставленных тебе государственных полномочий для того, чтобы обогатиться, получить личную выгоду. Она может проявляться и в материальной форме, то есть это денежные вознаграждения, имущество и так далее. И самый тяжелый вид коррупции, это скрытый вид коррупции, латентный, это коррупция в нематериальной форме. То есть так называемое, например, покровительство по службе, когда служащие отдают предпочтение своим родственникам, кумовство и так далее. Вот это латентные виды коррупции, но это все равно коррупция. И поэтому задача всех органов государственной власти и органов местного самоправления в Крыму и во всей Российской Федерации, это в первую очередь противодействовать этому злу и проводить антикоррупционную политику. Я уже так говорю серьезно в утреннем эфире. У нас же передача не просто развлекательная, она информационно развлекательная. Поэтому воспользуясь такой возможностью, давайте приведу, наверное, статистику, потому что всех интересуют цифры. Формы проявления коррупции – это коррупционные преступления и коррупционные правонарушения. Самый серьезный вид – это коррупционные преступления, конечно. Из них по категориям делятся – это дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, использование лицом служебных полномочий в своих личных целях и так далее. В том числе и подкуп избирателей. То есть коррупция касается даже избирательных процессов, это так называемая политическая коррупция. Вот по состоянию за 9 месяцев на территории Российской Федерации зарегистрировано свыше 21 тысячи преступлений в сфере коррупции. Но, как правило, это взятки. Сказать о том, что их мало или много, я думаю, что мало, потому что ни один взяткодатель и ни один взяткополучатель не сообщит о том, к сожалению, что я взятку получил или я взятку собираюсь дать. Это всегда работа правоохранительных органов – это выявленные преступления. Это не значит, что вот действительно 21 тысячу преступлений выявили, и их столько же совершено. Совершено их гораздо больше, в десятки раз больше. Просто именно сложность в доказывании выявления этих процессов. То есть удача взятки, например. Коммерческий подкуп аналогично. И если говорить о том, что по итогам 2019 года в Российской Федерации 2 миллиона преступлений совершено. Из них 30 тысяч преступлений в сфере коррупции. Опять-таки с большим удельным весом преступлений, связанных со взяточничеством. В этой связи хочется сказать, чтобы мы все прекрасно понимали, что у взятки всегда две стороны. Тот, кто дает, и тот, кто берет. Самый популярный вид коррупционного преступления. По опросам, которые проводили в Российской Федерации за 8 месяцев, 34% населения призналось в том, что мы действительно давали взятки. Были вынуждены давать взятку. И хотя при этом же на вопрос, который задавали, а вы считаете это нормальным, если есть возможность решить свой вопрос, с которым вы сталкиваетесь, получить то же самое разрешение или лицензию законным путем. Но для этого придется подождать, приложить какие-то усилия, постоять в очередях, например. К сожалению, наш менталитет говорит о том, что я лучше заплачу, я лучше попытаюсь договориться сделать это незаконным путем, но я эту взятку дам. Зарема Вильмуровна, к сожалению, время нашего эфира строго регламентировано. Я надеюсь, что наши зрители, у них появится новая пища для размышлений, и, возможно, они смогут выдвинуть какие-то свои варианты, как с этим можно бороться. Но нашим телезрителям я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях была Зарема Аблийкимова, заведующая отделом по профилактике коррупционных правонарушений комитета по противодействию коррупции Республики Крым. Но мы движемся дальше, и наш эфир продолжит постоянная рубрика новости интернета.